всем привет вы снова на канале спутниковая тв и сейчас я расскажу вам по теме а как же подключить второй телевизор к вашей тарелке которая одна и на один телевизор существует три способа подключения но их на самом деле больше но я вижу правильных только три и сейчас о них вам расскажу начнем наверное с простых и дешевых более сложным и дорогим первый самый простой способ опять же каждый способ требует наличие той или иной новой материальной базы то есть например тюнера либо головок но сейчас все по порядку расскажу значит первый способ если вас тюнер с вот такими вот разъемами называется в чем модулятор вход и выход то вы без проблем можете уже минимально минимально затратил к своих сил и средств подключить второй телевизор но это будет лишь один и тот же канал на двух телевизорах то есть параллельно вы сможете смотреть только одну и программу тут переключили на тюнере канал и на том телевизоре тоже переключился это бывает удобно когда например вы хотите смотрите какую-то программу в основной своей комнате там и хотите посмотреть то же самое либо хотите пойти на кухню там приготовить или поесть вы выключаете тут телевизор идет в ту комнату и там продолжаете смотреть один и тот же канал либо идете потом переключаете канал на этом тюнере. Ну, существуют еще радиопульты, которыми можно управлять из другой комнаты. Ну, как бы это уже тема другая. Значит, мы подключаем попросту, покупаем разъем маму вот такого на план. Это вход под антенну. Если у вас, например, есть обычная эфирная антенна, мы сюда вставляем антенну. Отсюда уже берем сигнал из антенны, из тюнера. Как происходит это все? Тюнер подмешивает свой, свою частоту, свой частотный канал, общий спектр. И на этом канале, например, вот у нас идет там спектр. 28 канал, там НТВ. Это в Украине, например, там, смотря в какой области, какой-то канал, там Интер, например, насколько я понял, 36, по-моему, там 39 у нас там региональный канал. То есть мы берем, настраиваем на тюнере, есть кнопка, которая настраивает у нас частотный канал, вот она наверху. Ultra High Farrakens, ну, это настройка частотного канала. Можно, в принципе, этого не делать, если у нас просто применяется тюнер без антенны. Просто оставляем на той же частоте, на которой он там по умолчанию стоит. Подключаем сюда кабель вот таким разъемчиком и с другой стороны ставим вот такой разъем и вставляем в телевизор, в обычный ВЧ-вход. Все, сканируем автопоиском каналы на телевизоре. Находится один канал, на котором будет показывать тот же самый канал, который на тюнере. И все готово. Если будут вопросы, там в комментариях напишите. Это первый способ. Второй способ, если у вас есть, например, он уже более интересный, второй тюнер какой-то, вот, то есть один, второй тюнер и всего лишь одна тарелка на один телевизор, то мы можем, опять же, использовал, на тюнере есть два таких вот разъема. Loop, это петлевой выход и основной вход, который идет питание на головку LMB, 500 пилиампер, это ток максимальный. То есть у нас подходит сюда антенна, а этот вход, выход у нас свободный. Опять же, если у нас есть такой выход на тюнере, то мы что делаем? Проводим, опять же, кабель там в кухне, там или куда мы хотим, на вторую комнату, подключаем его на одном ресивере сюда, а на втором ресивере верхний разъем, где у нас идет питание на антенну, сюда. Вот таким образом схема подключения. Этот ресивер у нас будет ведущий, этот ведомый. То есть при таком подключении мы сможем, либо при выключенном ведущем ресивере, у которого вот вход антенны, здесь подключена основная антенна. Вот этот тюнер при выключенном вот этом сможет показывать полностью управлять антенной, полностью смотреть все каналы, которые идут с тарелки. Если же мы включаем здесь какой-то канал с какого-то спутника, ну, к примеру, это будет ICTV с Амоса, с частоты 1175. На этом тюнере мы уже не сможем переключить головку, управлять десеком и также не сможем управлять частотой. Мы сможем смотреть все те же каналы, которые идут с частоты 1175. Но это тоже с одной стороны удобно. На частоте 1175, к примеру, находится ICTV с ТБ, новый канал, еще там крупка каналов. То есть мы на Амосе, мы, в принципе, находимся в одном поддиапазоне нижнем. И поэтому полностью каналы с Амоса мы можем смотреть разные на двух тюнерах одновременно. Если мы уже уходим на Астру или на Ходберт, то на этом тюнере уже у нас надпись нет сигнала. То есть если мы включаем с Ходберта, например, с 11034 НТВ канал на ведущем тюнере, мы можем также на вот этом тюнере посмотреть, например, РТР, либо Россия-24, любой другой канал с нижнего поддиапазона вертикальной поляризации со спутника Ходберт. Второй способ это вот был. Это тоже как бы затраты, по сути, минимальные, просто тюнер. Третий способ, ну и, наверное, самый правильный, самый удобный. Это покупка вот таких ход конверторов двойных. Двойные головки. Мы меняем место наших одинарных. Делаем опять же заново разводку. Это самый дорогостоящий, самый трудоемкий процесс. То есть мы меняем, опять же добавляем еще один дисик новый. Это все у нас будет соединено. То есть мы от старых головок откручиваем, подкручиваем к новым. А второй выход у нас свободен. Мы заново делаем три кусочка кабеля. Подключаем. подключаем их опять же к дисику. Ну и дальше уже три головки. Можем одну головку поменять без дисика, например, это дешевый, самый дешевый способ, если вас устроит там набор каналов на одном спутнике. Мы поменяли одну головку, подключили, подключили напрямую к тюнеру, сканировали каналы. У нас там 30-40 каналов с одной головы, с одного спутника. Причем мы можем смотреть разные каналы независимо. На одном и на втором тюнере абсолютно разные, разных частот, разных поляризаций. Это вот по головкам. То есть если вы хотите в идеале поменять три головы, поставить новый десект, соединить все, протянуть новый кабель от антенны в новую комнату в которую хотите, и поставить отдельный тюнер. Это вот самый, но это самый дорогой способ. Ну а по остальным способам можно два тюнера запараллелить. Можно воспользоваться ВЧ выходом. Если нет ВЧ выхода, можно к тюльпанам подключить модулятор ВЧ. Он тоже стоит, наверное, долларов 10-15. Это уже как бы есть ли смысл. Можно купить тюнер за эти деньги, дешевенький. И подключить к петлевому выходу. Это уже будет гораздо интереснее. То есть первый способ менее используется рир. Часто второй иногда используется. И третий способ самый распространенный. Когда мы меняем головки, либо на одном спутнике, либо на всех трех. И получаем все, как оно должно быть на втором тюнере. Независимый сигнал. Всем спасибо. Не забываем подписаться. Будет еще масса интересной и полезной информации. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, какие у кого вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!